добрый день с вами передача политика онлайн меня зовут тарас богдан и сегодня у нас в гостях главный редактор сайта политика . нет влад руденко влад привет привет лад ну конечно разговор о политике понятно по профилю да так скажем разговор пойдет о следующем прошла первая половина 2017 года какой был этот год в политике в политике ну во первых мы увидели это ведь про внутреннюю политику то что у нас продолжается на самом деле внутренне политический кризис потому что как бы там не говорили о том что вот у нас существует парламенте большинство но большинство это нестабильно с другой стороны как бы не говорили о том что наша существующая коалиция она едина в виде народного фронта бпп она тоже достаточно разнородна и эти противоречия они скажем так постепенно становится все больше и больше и больше один из таких серьезных моментов которые произошел это то что глава кабмина владимир гройсман он как мигрировал из-под крыла порошенко в больше скажем так к народному фронту но по сути свайп даже начал вести скам такую свою отдельную игру то есть у нас появилась некая внутри коалиции еще одна такая независимая сила которая играет свою игру это еще больше расшатывает скажем так всю эту систему и поэтому мы пришли к тому что перед уходом на каникулы верховной ради мы видели ряд таких скажем так острых решений и увидели то что противоречие вот скажем так между бпп между гройсмана между народным между nf они стали еще больше а вот можно сказать о следующем что та коалиция президент вот те силы которые в результате выборов пришли к власти в четырнадцатом году парламентские выборы досрочные президентские выборы в силу своего рейтинга потеряли свои очки особенно народный фронт этот рейтинг упал у них давно можно говорить о том что сегодня какая-то часть пытается вот отойти от них и в этой связи интересно движение гройсмана в сторону народного фронта ведь ну понятно отход от президента игра в самостоятельную игру а народный фронт добавит ли он ему очков дело в том что ну существует давняя стратегия да о том что маленькое государство которое скажем так попала в некое противостояние двух больших серьезных стран она играя между этими двумя странами может решить свои интересы по сути дело та же самая ситуация мы и видим с точки зрения владимира гройсмана он был очень долгое время абсолютно человеком президента который был ну скажем так политиком местного уровня потом его порошенко привез сюда в киев сделал спикером сделал главой кабмина своими именами понятно что да то есть там голоса он там выдвигал определенные свои там какие-то там условия так далее но по сути своей да то есть он был напрямую человеком президента вот сейчас он почувствовал что он может играя между двумя вот этими самостоятельная игра да да на себя получается да естественно любой любой политик ну плохо тот солдат который не хочет стать генералом плохо тот мэр виннице который не хочет возможно стать со временем президентом украины хочет влиться не в народный фронт а вытянуть его как бы на себя получается нет не то чтобы вытянуть на себя то раз он хочет играть свою игру он постепенно и периодически в этой своей игре он ему удается скажем так обыгрывать президента ему удается решить какие-то свои вопросы по кабмину скажем тогда то есть заручившись поддержкой народного неактивный игрок а роль некого политического модератора да с решением своих каких-то политических перспектив интересов это человек который исходя из сложившегося постоянно меняющегося политического ландшафта да то есть как бы из вот вот этих всех противоречий между в п п п народным фронтом который тоже между собой помимо внутри же они тоже достаточно разнородная да то есть он играет на этих плюс у него конечно огромный огромный плюс то что у него есть еще спикерский опыт опыт он со всеми этими депутатами активно общался он понимает как получить большинство как вести переговоры конфликтная фигура да то есть и поэтому он постепенно вот выстраивает выстраивает свою скажем такую команду потихонечку потихонечку разрастает как ты думаешь он вольется в какую-то политическую силу или он возглавит какой-то политический проект сейчас сложно прогнозировать о том чтобы он возглавил какой-то политический проект то сейчас будут вестись и они уже активно ведутся переговоры мы не знаем потом всех куларных подробностей о том как какой осенью у нас будет скажем так кабмин этой или следующей этой осенью да то есть как у нас будет переформатироваться кабмин то есть мы же переформатирование будет однозначно потому что у нас там в подвешенном состоянии ряд министров и так далее поэтому в любом случае будет переформатирование и естественно в этой ситуации гройсман он может как выиграть и скажем так свои позиции упрощить но точно также он может и проиграть если президент пойдет скажем так в определенный ва-банк и так далее да то есть в любом случае как бы всем выгоден слабый премьер да то есть поэтому собственно говоря и все политические силы да то есть и тот же народный фронт да он будет играть свою игру вот и президент будет играть свою игру и максимально ослаблять кабмин гройсмана вот и поэтому как сейчас сложится вся эта ситуация из известных сценариев да то есть которые два самых сейчас обсуждаемых первое это то что скажем так бпп народный фронт они скажем так общей такой вот партией уже да то есть вот общим блоком объявляются досрочные досрочные парламентские выборы они вот этим скажем так общим массивом идут в результате этого треть мест получает в списке народный фронт они же получают речь в кабмине в результате всего этого немножечко меняется естественно скажем так естественно не наберут такое количество голосов такой листуп в места в верховной ради как сейчас им придется с кем-то вступать в договоренности меняется вот скажем так большинство на большинство это становится более управляемым потому что сейчас мы понимаем что двести двадцать шесть голосов верховной ради у коалиции нет то есть это ситуативные да то есть эта ситуативная готова Mannности и так далее поэтому Поэтому это сценарий номер один. А второй сценарий? Да, а второй сценарий, мы продолжаем играть в эту игру, которая есть. То есть с помощью каких-то всевозможных влияний, возможно, давлений, мы видели всю эту ситуацию со снятием депутатской неприкосновенности. И тоже понятно, что когда говорит Уценко, что там еще 40 человек есть в списке, и тоже понятно, что на этих людей, соответственно, тоже оказывается определенное давление, и как этих людей в результате, скажем так. То есть такой старый проверенный способ из 90-х еще. Да, но это же не из 90-х, это в принципе вообще стиль нашей политики. И вот, кстати, про стиль нашей политики, это лишение Саакашвили гражданства. Да, кстати, вот давай обсудим с тобой этот момент. Как ты думаешь, ну, скажем так, по-кавказски красиво поступили с Михаилом Саакашвили или некрасиво? Нет, ну с Михаилом Николаевичем тут же ситуация очень простая. То есть когда он был президенту нужен, он получил гражданство. Сейчас, за это время, Саакашвили, скажем так, из губернатора и политика, скажем такого местного, он вырос до уровня политика национального масштаба. Мы прекрасно понимаем, что так называемая партия рухновых сил, то есть как ее долго называли, это партия Саакашвили. То есть сначала было название, там хвыля шли варианты, да и так далее. То есть мы все прекрасно понимаем, что это партия Саакашвили. Подознаного человека, да? Да, то есть это партия, где есть один яркий лидер. И для Банковой очевидно, что этот яркий лидер набирает. И набирает очень, скажем так, серьезно симпатии украинцев. И если рассматривать то, что мы говорили, вариант досрочных выборов, то партия во главе с Михаилом Саакашвили, она могла набрать и 8, и 9, и по некоторым социологическим срезам до 10%, мы прекрасно понимаем, что он достаточно хороший оратор. И это вот как бы то, что сейчас есть потребность в обществе, спрос на некую третью силу, на человека, который еще не был в украинской политике. Он ассоциируется с определенными грузинскими позитивными реформами. И поэтому, да, то есть как бы вот человек мог, его партия мог стать в результате парламентской силы. Это понятно. Но слушай, я немного о другом хочу спросить. Причина? Там же что-то в документах нашли такое, ну просто... Нет, ну это просто формальная причина. Формальная причина, но она настолько как бы на плаву, настолько, ну, можно было поступить как-то изящно, если уже решали такую задачу. Почему так как-то прямо? Ну не умеют у нас, Тарас, не умеют у нас. У нас все, к сожалению, работает как-то очень топорно. У нас вот тонкая игра еще не пришла. У нас вот все вот это вот в лоб, все вот так вот. И какую-то выстроить действительно интересную комбинацию, пока у нас не получается. В следующий раз захотят кого-то пригласить, но люди могут и не пойти. Скажут, ну вот гражданство, наше участие и так далее. Ну, я о другом. Настолько был серьезный ли противник Саакашвили для этой власти, чтобы лишать его прямо гражданства? Серьезный. Серьезный, потому что, я же говорю, возвращаясь к вопросу о возможно досроченных выборах парламентских, мы прекрасно понимаем, что это действительно партия Саакашвили, что это есть яркий лидер. И действительно, люди, когда были бы выборы, они бы шли бы, голосовали бы не за партию, а вот за конкретного человека, по сути своей. То есть, вот это олицетворение этого политического проекта. Сейчас, вот в данном раскладе политическом, еще одна фракция в парламенте, она могла бы полностью поломать бы игру. То есть, там просчитываются варианты. Вариантов очень много. Вариантов много и много игроков, правильно? Да, и очень много игроков, и лишний игрок здесь не нужен. Не нужен. Они уже, то есть, Саакашвили же для них чуждый элемент. Человек, который, вот он возглавил Одесскую область, и начал ломать там правила игры. Ну, в общем, непонятно, как с ним работать. Да, то есть, не нужен неконтролируемый человек, нужен человек, с которым ты можешь договориться. Потому что, как показала жизнь Петр Алексеевич, человек, который хорошо научился со всеми договариваться и подвешивать все эти вопросы, выстраивать как-то ситуацию. А тут вот человек с восточным темпераментом, достаточно резкий, достаточно опытный, пользующийся поддержкой Запада. И с таким человеком так просто его, так говоря, по-простому под себя прогнуть не получится. Понятно. А вот по поводу Петра Алексеевича, Влад, вот тебе не кажется, что президенту получается не сдавать позиции? Вот все вроде бы так очень зыбко, да? Ситуация непростая в стране. Вот даже говорят, что с учетом ситуации, которая сегодня происходит в стране, это один, наверное, из самых, ну так скажем, не лучших, но крепких президентов, которые держат удар. Вот нет ощущения, что получается у Петра Алексеевича не сдавать позиции? Ну, начнем с того, что если быть объективным, Порошенко один из, пожалуй, самых сильных президентов Украины с точки зрения его политических навыков. То есть, потому что, ну, у нас не было президента до этого, который достаточно успешно сложился настолько вот в бизнесе, да? То есть, он хороший бизнесмен, у него прекрасный английский возможность коммуницировать. Тем более, Трампу это не помешало, это чтобы был бизнесмен стать президентом. Хотя говорили многие обратное. Да, но здесь как раз вот этот плюс. И то, что как раз вот по поводу Трампа, я же вот слышал, скажем так, от экспертов, от коллег, что, например, для того же Трампа человек, который пришел в политику и до этого нигде не был в бизнесе, для него вот все, это уже какое-то пустое место. Для него важно, чтобы человек состоялся в какой-то другой сфере, добился успехов, а потом пришел в политику. И вот Порошенко для него, например, вот это такой игрок, скажем так, не того уровня, но по принципу... Понятный. Да, но понятный, да. Поэтому, то есть Порошенко человек, который умеет коммуницировать с Западом. Особенно вот на внешнем фронте. Да, то есть у него, да. То есть вот на самом деле, если так говорить, так вот отбросив все, если брать какой-то такой идеальный формат политики, вот Порошенко был бы, например, идеальным в свое время или сейчас, не важно, там, министром иностранных дел. Он был бы шикарен, да. То есть как президент у него, на мой взгляд, самая главная его проблема, то, что у него действительно очень короткая скамейка запасных. Он слабо верит людям, и он старается поставить на определенные позиции в первую очередь людей, которым он доверяет. Ну, это вообще у нас в политике традиция. Да, и у него получаются такие удлинители рук. То есть вот он так вот со всех сторон, да. То есть и он весь этот процесс постоянно контролирует. Естественно, это забирает массу усилий. Вот это очень, скажем так, усложняет задачи и так далее. Но да, действительно, у него получается балансировать. Причем, несмотря на то, что вот зимой еще огромный, огромный такой был уровень токсичности у него, он ее вот как-то потихонечку, потихонечку все-таки спустил. А вот давай подумаем, прикинем ситуацию, такой второй тур выборов. Ну, допустим, этой осени, как вопрос в социологических опросниках бывает, да, вот если бы в эту... Этой осенью были бы президентские выборы. Да, или в это воскресенье состоялись президентские выборы. За кого бы вы голосовали во втором туре? И вот представим себе второй тур. Кто у нас во втором туре? Как ты думаешь? Ну, сейчас базово, на самом деле, второй тур, это три политика, которых наплывут. То есть это Порошенко, по понятным причинам. Это Юлия Тимошенко. И это Бойко, как представитель, скажем так, оппозиционного... Юго-Востока. Да, представитель Юго-Востока. Это представитель, скажем так, оставшейся, все равно достаточно большой части, скажем так, электорат, поддерживает вот эту, скажем так, партию регионов. Она уже немножечко, конечно, трансформировалась, немножко поменяла риторику и так далее. И название. И название, да. Но это люди, которые, так говоря по-простому, ждут доллар по восемь. То есть это вот такие люди. Они верят в то, что вот если вернется, условно говоря, носители предыдущей власти, мы быстренько порешаем все вопросы, и у нас все будет практически так же, как вот там в 2013 году. Вот это, ну, надо называть все своими именами. У нас есть такой, скажем так, такой срез электората, точно так же, как был такой в свое время срез электората, который голосовал за коммунистов. Вот, и он достаточно был постоянным, достаточно длительное время, да, то есть они были парламентской силой. Поэтому точно так же существует вот этот срез электората, который поддерживает до сих пор партию регионов, и их преемников сейчас оппозиционный блок. И понятно, что это не будет 35%, как раньше, но, условно говоря, половину, половину от этого числа теоретически, возможно, они наберут. А где сейчас Юлия Владимировна Тимошенко? Вот у меня есть четкое такое ощущение, что ее не видно сейчас. Вот она затаилась, выжидает? Нет, она потихонечку работает. Я думаю, что сейчас, во-первых, она активно ведет переговоры, как раз в том числе с Банковой и с другими политическими силами, о том, что выборы досрочные, недосрочные, как может сложиться ее судьба в этом. Потому что мы прекрасно понимаем, что в случае досрочных выборов Батькивщина набирает достаточно большой процент голосов. И по сути своей это один из вариантов, с кем Порошенко теоретически, теоретически, может создать, создать, договорюсь, просто это одна из комбинаций, которые, в общем-то, обсуждаются. Понятно, это первая и базовая. Да, но... Но у нее есть своя история. Да, так вот, создать коалицию для того, чтобы сделать Юлию Владимировну премьером, и за это время до президентских выборов максимально слить на нее токсичность. То есть, например, это один из сценариев, который лежит на поверхности. И поэтому сейчас возможны такие переговоры. Поэтому я не знаю, насколько они проходят, не проходят. То есть, я знаю, что весной обсуждался такой сценарий. Но переговоры есть, да? Я думаю, что переговоры, они же постоянные. Сейчас мы все думаем, что да, они, конечно, наверное, уехали все наши, скажем так, народные избранники отдыхать. Но кто-то работает. Но кто-то работает, да. То есть, процесс идет. Вот, поэтому Юлия Владимировна активно работает на свой прямой электорат, который у нее есть. А где он сейчас, кстати? Вот по регионам, кто эти люди? Это центральная Украина. Центральная, да, какая раньше? И немножечко восточная, чуть-чуть. Но в большей степени это центральная Украина. Понятно, там Днепропетровск, он поменялся за это время, Днепропетровская область. То есть, хотя это малая родина и так далее, но он уже не настолько поддерживает Юлию Владимировну. Но у нее есть это вот такой протестный электорат, который, скажем так... Может выстрелить. Может выстрелить, да. Кстати, давай вспомним, как социология показывала обычно Тимошенко какую-то цифру небольшую, какую-то невнятную или непонятную, и потом вот в день выборов сенсация. Ну, на самом деле, да. Для того, что все социологические исследования, у нас есть такая вот поправка, я уже вот много раз это замечал. У нас люди, когда их спрашивают, если они внутренне, где-то так вот сомневаясь, поддерживают какую-то такую не очень популярную политическую силу, они об этом молчат. Потому что сейчас, когда говорят, что вот там оппозиционного блока, там очень низкий рейтинг, там вот низкий рейтинг, например, самый показательный был интересный случай, как раз вот 2013 год, Киев, Майдан стоит, и идут перевыборы на пяти скандальных округах. Один из этих округов здесь, в Киеве, на котором борется Виктор Пилипишин, который, в общем-то, был одним из спонсоров блока Литвина, но на тот момент он уже активно ассоциировался как раз с партией регионов. И с другой стороны, свободовец Юрий Левченко. И вот, значит, активно идут там экзитполы, по всем экзитполам, все там, Левченко победитель, свободовцы празднуют, все классно, а потом приходит время подсчитывать голоса, и ситуация совсем другая. А когда исследовали мы, скажем так, этот феномен, да, то есть можно было там говорить, что да, там власть, вбросы там и так далее, да, возможно, были какие-то применены как раз там Януковичем технологии и так далее, то есть не исключается. Но ситуация в том, что люди, которые голосовали за Пелепишина, который был главой РГА, который ассоциировался как крепкий хозяйственник, они шли голосовать его, условно говоря, как за хозяйственника. Но когда стоял Майдан, сказать, что я пошел голосовать и проголосовал за Пелепишина, некоторые не захотели этого говорить. И в результате получилось вот так. Вот такая была социология, вот такой был пол, а результат был совсем другой. Спасибо, Влад, за интересную содержательную беседу. Сегодня у нас в гостях был главный редактор сайта Politeko.net Влад Руденко. А с вами была передача Politeko Online. Меня зовут Тарас Богдан. Всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok